Сводки с фронта. Россия все чаще бомбит Одессу. Очень долго Одессу не трогали. И, знаете, ходили какие-то такие догадки, что, может быть, Путин просто хочет себе там, поскольку он планирует взять Одессу, оставить целыми порты и так далее. Ничего подобного. Сейчас просто каждый день он, каждый день летят ракеты. Очень много. Я вот сегодня разговаривала с мэром Одессы, господином Трухановым. Он говорит, что очень многие структуры уже разрушены. Однако они всерьез готовятся к обороне. Очень серьезно. Несмотря на то, что они с моря заблокированы и не могут вывезти зерно. Вот как раз у них эта проблема с зерном, кстати говоря. Они там на несколько миллионов, да, и морем не могут. Но они как бы вот настроены, они сказали, что они ничего не дадут. И военные, и гражданские. Гражданские даже не уезжают из города, чтобы вы знали. То есть Одесситы сказали, город наш, никому ничего не дадим. Такая же примерно, хоть и тяжелое очень состояние у Николаева с водой, но они там бьют скважины, они тоже как готовятся к осаде. И я почему-то думаю, Майкл, что Херсон тоже не будет российским. Вот не будет, да. Заберут его назад. Это 300 процентов, потому что настроены все так. Причем я должна сказать, что российская армия, которая замазана многими зверствами, там Буча и все остальное, не будем, так сказать, опять повторять, все убийцы, мир уже это знает. Понимаете, вот это какое-то такое юзуитство. В Херсоне они дали приказ о том, что пустые квартиры, из которых выехали люди, могут заниматься теми, кто приехал. Вы можете себе представить? Вот если вы заняли квартиру соседа, то значит вы уже замазаны, вы уже не сможете отказаться от россиян. Вы будете с ними до конца, потому что вы заняли квартиру своего соседа. Вот такие какие-то совершенно мерзкие приемчики. Вы знаете, эти мерзкие приемчики и прямое наследие, конечно, КГБ. Вообще мы много видим практик советских и именно КГБшных. Например, фильтрационные лагеря для украинцев, которые попадают в эвакуацию из Мариуполя, например. Тоже надо понимать, что слово эвакуация подразумевает. То есть есть российская сторона, которая говорит, у вас два варианта. Либо вы продолжаете находиться в подвале и, возможно, умираете от голода или от попавшей шальной ракеты, либо вы эвакуируетесь на территорию России. Третьего они не дают варианта, потому что российская пропаганда часто любит говорить, а вот мы дали им столько-то коридоров, они почему-то не хотят. Ну, там две проблемы. Первая, что коридоры эти часто все равно обстреливаются российской стороной, а вторая, что это коридоры, ведущие в Россию. Так вот, те, кто выезжают в Россию, они встречаются с фильтрационными лагерями. Причем это как раз история не столько... Понятно, что при слове фильтрационный лагерь вспоминаются именно немецкие лагеря, но это совершенно другая история. Это лагеря, в которых идет именно фильтрация, а именно смотрится человек, связан с ВСУ, не связан, какие у него татуировки и прочее, прочее. Эти лагеря абсолютно бесчеловечные, ну, то есть там буквально устроены загоны для людей, там люди могут находиться по три дня в ужасающих условиях, и, соответственно, у них там все проверяют и всячески пытаются, значит, копаются в их телефонах, значит, унижают и прочее, и прочее. И затем, значит, либо на территорию России, либо помещают в СИЗО тех, кого, как им кажется, в ССУ. Так вот, эта практика, она была распространена именно в Советском Союзе, чтобы посмотреть, там, человек не связался ли с врагом, еще с кем-нибудь, то есть вот такая фильтрация, которая была. Опять же, с квартирами, ну, тоже понятная практика, это все старые КГБшные привычки, мягко говоря, которые они активно используют. Я действительно, ну, с вами соглашусь, что Россия, конечно, никакого Херсона не получит, я больше скажу, мне кажется, и Крым в скором времени тоже вернется обратно и будет освобожден от оккупационных захватчиков. Но, опять же, не будем забегать вперед, история заключается в том, что все это зависит от, там, большого количества факторов. Это зависит, в том числе, от действий России, которая сейчас делает все, чтобы проиграть. Вот это самое поразительное. Ну, то есть, знаете, военные аналитики, в том числе зарубежные, они были в шоке после двух месяцев войны. Почему? Потому что вот был первый месяц войны, окей, Путин не знал, не был готов, считал, что, значит, его будут встречать с цветами, поэтому настолько было безобразное наступление, такие гигантские потери и прочее, прочее. Окей, прошел месяц, принимается решение об отходе с киевского и черниговского направления, и есть ощущение, что сейчас российская армия будет учиться на своих ошибках. Но к нашему с вами всеобщему счастью этого вообще не произошло. Ну, то есть, абсолютно те же вещи, которые были, абсолютно остались. Проблемы со снабжением, отсутствие координации, отсутствие связи, полный рассинхрон. И западные генералы, в особенности британские, говорили, мы не верим спустя два месяца, что вот они вот этот второй месяц продолжали совершать абсолютно те же ошибки, что были в первом месяце. И вот все эти ошибки продолжают совершаться. Субтитры создавал DimaTorzok